Музыка Выгодно вкладывать деньги это искусство, а вкладывать деньги в искусство это выгодно. Открытие единственного на юге Украины международного центра современного искусства Аурум, мост между художниками и коллекционерами. А коллекционеры это и есть буржуазия на GTV. Музыка Что из этого получится? Это будет морской пейзаж по воспоминаниям о море. Такой момент переходной. Это духовная вещь. Почему? Потому что я куратор проекта «Кромка моря» галереи Аурум. И все 10 художников исполняют «Кромку моря». Но все по-разному, видите? А люди меняются, когда они приходят к морю. Никогда не задумывались, почему человек раздевается перед морем. Почему? Потому что они доверяют морю. Но это все потом продается. Покупают коллекционеры. Коллекционеров в Одессе много? Почему? Коллекционеров в Одессе очень много. Они себя не афишируют. Но этих людей видно. Нет, их видно, даже когда они идут по улице. Почему? Они сами по себе являются арт-экземпляром человеческим. Да ну, Ильичева на байке. Когда я ее на байке, она получает больше удовольствия и пишет все новые-новые произведения. Это все вдохновение, это супер. Это же наш город, мы любим море. Поэтому мы открываем наш центр «Кромкой моря» проект называется. Что море, Одесса, все к нам тянутся. Вы же чувствуете этот запах. Все по местному. Все по местному. Все по местному. Лучше всех продается. Ой, лучше всех продается тот. Ильичева. Ну, Ильичева, да, беспрерывно продается. Борис Лукин отлично продается. Владимир Дудник отлично продается. Алла Чакир отлично продается. Уже не говоря про Сергея Белика, про Николая Прокопенко. Они не предают Одессу. Одесса – это такое место, там, где они греются, там, где они черпают вдохновение. Мы хотим этот проект повести по фестивалям. Москвы, Киева, может быть, за рубеж. Вот в Ницце у нас есть предложение. Работа пишется для людей всего мира. И только одному Богу известно, кому попадет эта работа. Бог знает уже. Такое в галерее Пинчука не происходит, я думаю. Нет, это невозможно. Это может быть только в Одессе, вот в тельняшках, вот с рыбой и в такой компании. Но это же совершенно другой, это другая планета. Вы еще ничего не выиграли? Да, я выиграл. Уже? Да, конечно. А ну-ка, покажите. Я работаю Елене. Шикарная работа. Это свежая работа совсем, да? Ну, совершенно свежая, да. Вы можете попробовать. О, ну вот и я внес свой отпечаток в работу Леной Ильичевой. Да, да. И теперь это будет моя коллекция. А коллекция, как известно, одна из крупных в Украине современного искусства. Поэтому вы оставили след в мировой культуре. Вот это да. Куда я вляпался? А с каких это пор Наташа Бусько рисует? Наташа Бусько со мной рисует. Мы подруги с ней с детства. Спина к спине. Да, это моя подруга. Она меня учит йоге, балету. Это человек, само произведение искусства. Я, конечно, догадывался, что ты монстр современного арта. Но я не думал, что настолько. Здорово ты говоришь. Нет, здорово получается. Спасибо. Это я учусь еще. Это ты учишься только? Ну да. Ну я маслом не... Я только в карандаше. Александр, где ты берешь такие шапочки? Эту я купил на... Там, секонд-хенде, как он? Нет. Он брал... Греет? Греет, конечно. Это с... Напомни мне, вот этот вот блошиный рынок. Сады Победы? Нет. Блошиный рынок, да, спасибо. Помог. Я так понимаю, вы не с пустыми руками сегодня уйдете? Нет. У меня потрясающий подарок от Елены Ильичевой. Это наша старинная дача. Вот эта картина. Давайте покажем. Это совсем свежая работа? Да, это свежая работа в этом году, как раз когда целая глициния. Елена была в гостях и вот изобразила эту дачу. Но это много-много лет и много поколений здесь жило, было счастливо, молодо, красиво, любимо. И это поймала Елена. И запах этой глицинии, запах счастья, запах молодости, запах вечности здесь присутствует. Я безумно благодарна ей за такой искрометный звездный талант. Первое ощущение от галереи? Прекрасно. Праздник удался. Ведь это праздник, буйство таких картин, красок, художников. И вот эта инсталляция Елены в песочнице и за работой. И когда на глазах рождаются такие шедевры, можно сказать, за считанные минуты, это волшебство. Павел Ильичев, расскажи, пожалуйста, как профессиональный пловец стал директором Центра современного искусства? Все складывалось, на самом деле, совсем просто. 17 лет моей спортивной карьеры все равно параллельно протекали с искусством. Потому что мама моя, Елена Ильичева, она с 14 лет в искусстве, и я вырос среди этого. Это просто было везде, картины, краска, кисточки. Как только я оставил свою спортивную карьеру, я решил, ну, так как в нашей стране нет арт-рынка, я думаю, ну, надо это все как-то продвигать, показывать людям. Думаю, хватит спорт, здоровье дороже. И решили, что в нашем городе просто необходим такой центр, в котором просто люди могут, кроме того, что купить просто искусство, как в галерее в любой, ну, просто провести классное время тут. Прийти, отдохнуть, кофеек, тут же арт-кафе. Чем ты гордишься в этом центре? Горжусь даже не той работой серьезной, которую мы тут проделали, а просто вот той идеей, которую мы продвигаем. В нашей стране надо это развивать, нашему народу это нужно. Почему в Германии молодежь ходит на фуршеты галереи, а не на дискотеки? Они покупают, они становятся коллекционерами. Это же совершенно другое отношение. Это культура. Культуру мы эту именно в нашем городе мы поднимем. Сколько мамы в день работает часов? Иногда сбиваюсь со счета, иногда просто этого не вижу, но бывает практически целые сутки. Она фанатик, да? Она это любит. Говорит, нарисуй мне здесь вот вишенку. Ну, приучайся, будешь художником. Говорю, мама, я здесь просижу пять минут, потом убегу все равно, зачем я тебя расстраивать. Я лучше буду заниматься своими делами. Сейчас эти дела, это менеджмент, это продвижение арта, искусства и не только ее. У нас в базе нашей галереи уже есть 10 действующих художников, высоких профессионалов, которые признаны во многих уже городах не только Украины, но и мира. Насколько важно то, что есть документы к картинам? Это просто такая важность, которую зачастую просто у нас не ощущают люди. Почему у нас в магазине как бы выписывают чек, да, там, грубо говоря, пусть это будет сертификат. Это будет такой же сертификат, полностью юридически заверен. Это будет сделка, настоящая сделка. Коллекционер, мы мост, с другой стороны художник, скульптор, живописец, график, фотограф. Мы являемся вот этим мостом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец-то буржуазия перестала просто коллекционировать деньги и начала коллекционировать предметы искусства. Центр современного искусства Аурум. Буржуазия. На GTV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова